Замороженный продукт Я хочу, чтобы это все поняли При этом все внимательно задумались над цифрой Минус 18 градусов То есть хранение замороженных продуктов Это от минус 18 и ниже Поэтому, когда ваша семья планирует покупку холодильника Или морозильной камеры То вы должны четко понимать Что все, что выше минус 18 Это вот не имеет к нашей сегодняшней беседе Никакого отношения Понятно? Договорились? Молодцы Я обращаю ваше внимание на то Что иметь в доме Холодильник С морозильной камерой Или отдельную морозильную камеру Это намного нужнее Всяких других, может быть, полезностей По крайней мере, это точно лучше, чем обогреватель Ну, точно лучше, да? Я фиксирую внимание Это замечательный подарок молодой семье Это позволяет сэкономить кучу денег Это заставит вас почитать, поинтересоваться самим Принять участие в заготовке и заморозке У нас это очень все актуально Я фиксирую ваше внимание на то, что очень многие вещи вы должны знать Конечно, вы должны знать Что если вы решили сами заморозить Например, вот у вас урожай вишен То чем меньше времени пройдет От того момента, как вы сорвали До того момента, как вы засунете это в морозилку Тем, разумеется, лучше Это вы прекрасно понимаете Вы, опять-таки, должны четко знать Что к каждой морозильной камере Есть инструкция Как это ни удивительно И эту инструкцию неплохо бы было прочитать И тогда вы узнаете, что оказывается Если у вас в холодильнике Есть в морозильной камере три полочки То для заморозки используется одна полочка А для хранения совсем другая И это совсем неправильно и даже глупо Взять что-нибудь незамороженное И положить на ту полку, где хранится уже замороженное Потому что там что произойдет? Повысится температура, да? Опять-таки, есть очень многие вещи Которые принципиально отличны Когда продукты хранятся, например, в морозильной камере И просто в холодильном отделении Например, когда вы нечто храните в холодильнике То очень важно И на это мы регулярно обращаем внимание Чтобы там была циркуляция воздуха То есть если в холодильнике В обычном холодильнике Продукты стоят плотно И между ними воздух не циркулирует То это очень опасно Температура не снижается Не охлаждаются продукты Так вот в морозильной камере Все наоборот В морозильной камере В идеале пустого места быть не должно То есть она должна быть заполнена Если у вас есть пустое место То что туда надо обязательно положить? Ну, хорошая мысль Мороженое А еще что у нас обязательно должно быть в морозилке? Хладоэлемент Хладоэлемент, который мы будем использовать Для чего? Для оказания неотложной помощи При ушибах, кровотечениях и так далее То есть наша женщина всегда найдет Что засунуть в морозильную камеру Правильно Давайте, ребята, разберемся с правилами Еще раз Их немного Их просто надо запомнить Первое Замораживать надо Холодное То есть нельзя засовывать в морозильник теплое Сначала остудили На балконе У нас, слава богу, полгода зима В холодной воде, а потом засунули туда Это первое Второе Вот до этого наша женщина додумывается С большим трудом Но замораживать надо малыми порциями Чтобы вы не достали вот такой кусок Потом отпилили от него И засунули обратно Поэтому каждая женщина знает Что если вы наморозили вишенок На пирожки То вы примерно же понимаете Сколько вам надо вишен на вашу порцию пирожков Достали, сделали Но не размораживаем весь пакет Это запомнили Молодцы Опять-таки покупаем в таких упаковках Опять-таки Кстати, хочу вас успокоить Смотрите Если плотно заполнен морозильник Плотно И там, естественно, есть еще и хладоэлемент Который хорошо держит холод То при отключении электричества Что каждому из нас по большому счету знакомо Оптимальные параметры могут сохраняться до суток То есть вот на сутки отключили, не пропадет То есть ничего страшного нет Это очень важно Но, естественно, наша женщина Нашка, правда, если отключили электричество Она будет открывать и так пальцем пробовать Отморозилась или не отморозилась Еще раз фиксирую внимание Если вы сами Сами организовываете заморозку То обращайте внимание На упаковку То есть нельзя вот эту тоненькую Полиэтиленовую пленочку Надо нормальные специальные Полиэтиленовые пакеты Специально для этого предназначены Специальные пластиковые емкости Надо понимать и знать Что как раз специальные полиэтиленовые пакеты И емкости Они, как правило, имеют специальный кармашек Куда можно положить бумажечку На которой написать тот светлый день Когда это все произошло Чтобы вы вообще понимали Эти вишенки 2017 года или 2013 Они же могут там жить бесконечно долго Как вы понимаете, да? Это очень важно Опять-таки я хотел бы, чтобы каждая женщина Которая захотела заниматься заморозкой овощей Овощей Знала такое явление Как бланшировка продуктов То есть если вы хотите заморозить морковочку, например То ее желательно предварительно полезать на кусочки Положить, например, в сито И это сито куда опустить? На 30 секунд в кипяток Или на 30 секунд в пар И только после этого В пакетик и заморозить Тогда продукты будут храниться намного лучше И вообще огромная в этом польза То есть обращайте внимание На это мудрое слово Договорились? Замечательно Еще на один момент Очень принципиально хочу обратить ваше внимание Существует такое глобальное заблуждение нашего народа Что если есть что-то испорченное А мы его заморозим То мы поубиваем всех микробов Друзья мои Если продукт пропал То вы никого там не убьете Поэтому хранить в замороженном виде Надо исходно качественные продукты Замораживание не убивает вредных бактерий Договорились? Молодцы Вопросы? Доктор, скажите А как долго хранится замороженное грудное молоко И полезно ли оно потом ребенку? Один из самых лучших Вообще, наверное, самый лучший способ хранения Значит, сразу запоминаем Если вот те самые минус 18 О которых мы говорим Молоко может храниться от 3 до 6 месяцев Без проблем Если у вас вообще классный морозильник Который дает температуру ниже, чем минус 20 То до года может храниться молоко Практически без потери пользы На что только я хочу обратить ваше внимание Слушайте внимательно На два момента Еще раз Все, что выше минус 18 Забыли Две недели Это раз И второе Если речь идет о длительном хранении То это должна быть морозильная камера С отдельной дверцей Если это полочка для заморозки Внутри общего холодильника С общей дверью, которая 10 раз в день открывается Вот тогда две недели и все Понятно? Да, еще вопрос Доктор, подскажите Какой максимальный срок хранения ягод, овощей? Вы знаете, друзья На самом деле Не существует универсального ответа на этот вопрос И более того Я бы не хотел сейчас Чтобы мы с вами Демонстрировали многочисленные таблицы Коим полон интернет В которых Практически Даже если мы будем говорить О сроке хранения стейка И о сроке хранения куриного мяса Они разные Поэтому на самом деле Я мечтаю о тех временах Когда у нас в каждой поликлинике Семейный врач Будет раздавать вам целые таблички На которых написаны Сроки хранения и так далее Когда у вас будут Специальные наклеечки Где вы будете обязательно писать Дату, когда произошла заморозка Потому что Сроки безопасного хранения Зависят от Например Исходного состояния фруктов От размера фруктов Чем фрукт крупнее Тем меньше он будет храниться Мелкие ягоды Которые целиком проморожены Естественно будут храниться дольше Поэтому универсального ответа На этот вопрос нет Но я очень рад Что вы его задали Этот вопрос Потому что каждая женщина Которая этим интересуется Главное, что должна от меня Сегодня услышать Это идеальный вариант Вариант хранения Если вы нечто храните У вас замечательная Ваша домашняя клубника Спасибо Боже Мы живем в такое время Когда есть интернет Сколько хранится Завороженная клубника Три секунды И у вас есть ответ Это знаете Это такое классное правило Мы ведь всегда с вами Имеем дело в жизни С очень ограниченным количеством Вариантов еды С очень ограниченным количеством Лекарств И я об этом всегда говорю Что если мама Своей жизни Применительно к детям Оперирует обычно Пятью-шестью максимум Лекарствами То про эти лекарства Она должна знать Все Не меньше Чем участковый врач Если у вас На грядке Растут Три варианта овощей И четыре варианта ягод То вы про них Знаете все А строки хранения Авокадо Вам не так интересны Судя по всему Договорились? Замечательно Да Еще один вопрос Можно вопрос О замороженных полуфабрикатах То есть Вот сделать Например Десять котлеток Заморозить И каждый день По котлетке Выдавать ребенку Послушайте Вы золотая мать Потому что Вы прекрасно понимаете Что ребенку Это полезно И нормально Знаете почему Это ребенку полезно? Конечно Ребенку намного лучше Когда вы ему будете готовить С точки зрения Его желудочка Ему будет Конечно Намного лучше Если вы каждый день Будете готовить ему Свеженькую котлету Из только что Отловленной курочки Но больше чем курочка Ребенку нужна Добрая Счастливая Улыбающаяся Отдохнувшая мама Поэтому если мама Не будет ставить Буквозю на кухне Каждый день Понятно? Она готовит котлеточек Заморозит их правильно И после этого Будет ребеночку давать То вся семья Будет счастлива Надеюсь Вы сделали Правильные выводы Надеюсь Вы будете регулярно Использовать Замороженные продукты А мы с вами Встретимся Ровно через неделю Приятного аппетита Сегодня мы попытаемся Разобраться Кто такие Врачи-эндокринологи Когда к ним Надо идти Какие проблемы Они могут решить Ну конечно Разобраться Мы будем вместе С врачом-эндокринологом Елена Здравствуйте Здравствуйте Дорогие друзья Прекрасно иметь дело С адекватными Здравомыслящими Родителями Подписывайтесь На наш канал Дорогие друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...